Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и стратегическим жеужекам в частности! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за Индию ядерного Ганди Seedmere Civilization 6 на последнем уровне сложности Божество с челленджами, в котором я... Да, давайте знаете что, лучше перейти к первой серии, если вы не знаете в чем челлендж, ссылка в описании в прикрепленном комментарии Лучше начните смотреть с первой серии, там объяснение всех челленджей и вообще смотреть сериал с самого начала лучше всего Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку и немножко поджигания попочек, слава Украине! Здесь надо ферму сделать, ступенчатый колодец и плантацию О, слава Богу, поймал, надеюсь, египетского шпиона, да Припозритель к не тридцать губернаторов, да, он еще прокачанный, кстати, был уже Так, тут мы ставим на плюс сто процентов к морским юнитам Новый строитель так и оставляем, здесь плюс два влияния Возвращаем Соседство для кампуса бессмысленно, нету кампусов Так Вырубаем И ведь один ход остается буквально Пойдем искать этого тварину, которая мне мешает Сейчас бы еще чудеса природы найти какие-нибудь, потому что у меня канди союзник Так Так, пора Мечеть Здесь покупать И теперь А вот, смотрите, а тут монах-воин Вот монах Подожди, а почему Так это может только в столице работает И тут Так, слушайте, появились монахи-воины Походу Это надо до конца доукреплять Хорошо, а кроме монахов-воинов, что еще? Что там еще должно было быть? Ну, синагогу Да, синагогу мы не можем покупать, потому что у нас свое здание есть Это как раз не работает То есть у нас только монахи-воины и попечение Должно еще попечение давайте глянем Ну, вот плюс два от модификаторов это, видимо, оно и есть Потому что тут, ну Я не очень уверен, но по идее вот этих модификаторов плюс один что-то есть и от как раз от этой религии Так, я хочу Вот здесь ступенчатый колодец поставить Будь здорово Для того, чтобы тут его поставить, надо этот убрать Блин, ну тут лучше кампус ставить, а не стоит Ну, конечно, тут будет меньше давать То есть на одну веру меньше, но, блин Мне кажется, надо Так, пятьдесят Блин, не хочу покупать Потому что я хочу здесь купить строителя Так что пока А какую клетку у нас город эту выкупит? Блин Блин Ладно, давайте тогда я тут ступенчатый колодец поставлю пока Так, повышаем пингалу на культуру Так, пошли в Кантерфорс прям прямой наводкой Потому что я сейчас ускорю судостроение Ну, вряд ли я в золотой смогу сейчас выйти Я не вижу, чем я смог бы еще ускорить Ох, требушеты Ну, он, конечно, так подставился под мое Так, госслужба Довольство в городах с гарнизоном Ну, кстати, можно поставить Вот это можно убирать Вассалы можно ставить Хоть, ну, всего в двух городах, но тем не менее И вот эту, кстати, можно поставить Может убрать пока плюс два влияния Или, подожди, я строители Строители еще хоть где-нибудь Так, давайте я куплю здесь строителя И уберу на строителей как раз карточку Вассалы, зашибись Гражданский авторитет тоже зашибись И в деле у нас вообще должно быть плюс три Плюс три, да Так Блин, как нам тут Качественней проатаковать-то Наверное, так И так Вот этого мы не убьем К сожалению Я вот так встану, чтобы не забрал Так И так Ну, вот я правда из Дели убрал счастье Выйдя оттуда Так, давайте мы, наверное Переведем туда арбалет Пятьдесят Блин, не могу эту клетку выкупить Черт То есть я пока, значит, и кампус не буду строить Ладно, промышленную зону тогда Отойду на всякий пожарный Вдруг он все-таки меня убьет Ну и куда делся? Варварская галера куда делась? Ну и куда делся? В город же он не убился? Нет Вообще, мне бы в шпионов еще выйти Ну тут гавань начинаем Несомненно Так В теократию надо идти Блин, короче, я Свое 8 ходов У меня не полу Я не успею Хоть как Какие-то города Вообще, надо нанимать уже миссионеров Ну, мне кажется, я не успею дойти Ну, хотя бы лавенту обращу Что тут еще рядом? В кахоке, кстати, еще можно То есть как раз в следующем Или через ход я еще Смогу нанять, мне кажется Селитра есть Селитра есть Очень быстро Очень быстро эпохи проходят, конечно Видите, я поставил развивающиеся эти Компы И просто не успеваю за ними При этом, смотрите, у меня столько же культуры, сколько у Кореи Но у нее 210 науки Столько же, ну, больше науки у Египта Но у нее 165 культуры Так, слушайте, ну я все-таки думаю, что есть шанс в Золотой Век выйти Как раз за счет вот этого Так, в лавенту 5 ходов А может и нет Следующий там 90 должен 185 Следующим ходом куплю В общем, мне в Мумбаи надо его будет купить А, нет, не в Мумбаи Именно в Дели, потому что у меня там уже мечеть построена Дает дополнительный заряд Так, а куда рыцарь убежал? Что за дела? Что за дела? Я его убить хотел, а он убежал Вообще как-то не честно Ну и нафига у меня тут Ну ладно, пускай висит Видите, намного больше культуры в Апу, чем даже в моей столице Да Ну и Египта просто очень много культуры Так, ждем возможность эту клетку выкупить А, так я же там не смогу пока поставить Мне надо здесь сначала кампу ставить, а потом там клетку обрабатывать Ну вот эти леса, конечно, нельзя вырубать, потому что они улучшенные Там надо только лесопилки поставить Сахар предприятия Ну, тут я могу только в Хайдарабаде его сделать, потому что в Дели у меня уже предприятие есть Ну я, наверное, поставлю предприятие, да Че? Нормальное Вот я не помню, сахар, по-моему, веру будет давать Но я не уверен Так-то посмотрим торговлю Сахар и цитрусовые есть, но это, по-моему, с Вавилоном там можно было О За 14 продает, зашибись Так, и с Австралией еще могу торговать, но, по-моему, у него не будет, да И цитрусовые у него есть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Я девятый Еще где-то шестеро не встречены И одну цивилизацию вынесли практически в самом начале Их пятнадцать осталось, а не шестнадцать Блин, было бы так здорово, если бы Рим с Кореей повоевали Типа, что у меня счастья много Прискакал какими-то Тамба открыта Гильдии открыты Соответственно, коммерции Не думаю, что надо Для промышленной зоны тоже пока ни одной нету Так что пока, наверное, ничего не меняем Восемь, плюс три Ну, вообще, плюс три Не, наверное, нет пока Отлично Пока египет так об меня убивается Мы можем спокойно защищать Так, сама клетка присоединилась А, знаете где мы? Вот тут ступенчатый колодец можем поставить Совершенно спокойно Прямо сейчас Так, вот здесь ступенчатый Колодец А почему не могу? Не понял А почему я здесь не могу ступенчатый колодец поставить? Это какой-то Неприкольный прикол Колодец нельзя ставить на возвышение Так, давайте почитаем Нельзя построить на холмах или рядом с другими ступенчатыми колодцами Ну, где тут рядом? Другой ступенчатый колодец И где тут холм? Не, что-то странное Ладно, давайте тут сначала ферму попробуем Но это какая-то подстава от игры Происходит Так, а Мапуччи не хочет совсем вот этим Хозяйством Справиться Что он тут рыцарей выводит? На прогулку, на плавание Да, заповедники вообще мне негде строить У меня вообще нету престижных клеток Вот тут могли бы быть какие-то Но тут надо компуса строить Имху Так, наконец-то могу Еще третьего губернатора Куда мы его? В Мумбаи, наверное Лян, я бы в Бангалор Слушайте, в Мумбаи, наверное, Мокша хорошо зайдет Кстати С религиозным влиянием Так, заодно здесь купим миссионера Сколько ходов осталось? Шесть В принципе, можно картографию открывать У нас не будет двух гаваней Заодно по океану можно будет плавать Так, четвертый Караван можем сделать И, наверное, так мы в Калькутте и поступим У нас все равно нету денег на выкуп этих клеток Чтобы тут Что-то нормальное Построить Не, ничего тут не работает из этого А, еще знаете что? Я теократию приму Это еще плюс И я в Возрождение выйду Так, я пока вижу Как я могу Так, вот здесь еще в Возрождение я могу Может у меня все-таки банковское дело Сколько там ходов? Шесть Может лучше банковское дело открыть? Ради денег Давайте лучше бан... А, это через образование Но могу еще книгопечатание Потому что я вряд ли два универа Ладно, пошли пока в картографию Книгопечатание В один ход никуда не денется от меня Дипломатическую видимость Не хочу повышать Ну, правда, там По-моему, вот Сейчас надо глянуть Или мне сейчас не покажет силу Не покажет Если он не уберет рыцаря Эта ГГшка какая-то, видимо, объявила войну Аккад Египет Аккад засоюзил Так, монархию не принимаем Юниты кавалерии Строитель... Нет, это ничего не делаем Ну, на город... Я не уверен, что на город От разведданных Действует Не видно там Ну, зона контроля тоже тут не особо интересная Пошли Плюс десять Гоевымощи в обороне против городских атак Монархию не принимаем Ну, тут я могу, да, ступенчатый колодец спокойно строить Ну, тут пока ферму сделаю, предположим Так, плюс три довольства за плюс три плюс четыре дает плюс десять ко всему Так что это важно нам довольство держать Так, должен сандок осудить Венеция Кстати Мне бы в Венецию и в Кахокию, наверное Ну, в Кахокию и не надо, потому что в любой момент может Клеопатра засоюзить и опять война начаться То есть не будет работать А в Бандар-Брюней, например, можно Чтобы деньги капали Блин, ну у меня, видите, у меня два посла в ФЕС Надо бы Давайте, наверное, так, через дорогу пойдем И... И давайте еще в Мумбаи купим Попробуем Мапучи обращать Или все-таки в данном случае в Дели Тут недалеко бежать, а это дополнительный... Ладно, дополнительный... Заряд Это важно По моему скромному мнению О, инки встретились Так А вот это я обязан его? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятый Да, еще одного я буду обязан насудить Так, что у тебя на торговлю есть? У меня цитрусовые, у тебя ничего, зашибись Инки, Катик, это слабенько Идут Так, из Чина, из Мумбаи, из Калькутты Из Хайдарабада надо отправить, я думаю Монархию не принимаем Ну, наверное, в Библу... Блин, надо какой-то район строить Промышленная зона есть на плюс два Я бы скорее вот сюда акведук поставил И тогда сюда промышленную зону То есть это будет плюс три Дамба здесь нигде не ставится Значит, нам нужен... Значит, нам нужен... Строитель А вообще у нас есть вот заряд, да? Один Давайте этим тут вырубим Значит, давайте в Мумбаи просто промышленную зону начнем строить Что производство у меня вообще просто в жопе Просто... Такая жопная жопа Жопная жопа Жопа жопная Венеция хочет, чтобы я строителей создал Ой, строителей, рыцарей Я, кстати, могу Открыть в теократии Взять на плюс первый посол В Венецию отправить на ап И сделать рыцарей Так, все Следующим ходом надо ФЕС союзить Надеюсь Получить с этого много науки Ой, там где-то, кстати, битвы происходят Так, союзим ФЕС Так, союзим ФЕС Я не думаю, правда, что я сейчас смогу обратить либо к охоке Ну, посмотрим Да, к охоке нет И лавента тоже нет, но шанс такой же бывает Три после А, да, станет Пятьдесят науки просто Хоба Так, ну это круто Так, в губернаторах Это я зал для приемов построил Еще у меня в Дели пять довольства стало В Калькутте четыре Ну, наверное, в Бангалор Лян я хочу посадить Так, тут у нас как сильно отваливается И вообще не отваливается уже Ну, вот с ФЕСом надо усиленно обращать все Так, тут один заряд у нас остался Наверное, имеет смысл вырубить вот это Нет, имеет смысл селитру обработать Еще раз смотрим Почему здесь недоступен ступенчатый колодец Равнина, речная пойма, равнинная Охренеть Ну, это что-то не прикольная игра Какие-то читы подъехали Продолжение следует Охренеть Мне бы еще чудо природы найти. Я хоть одно чудо природы, кстати, нашел. Чудо природы. Поиск. Ноль. А у меня канди в союзниках. Просто я реликвию буду получать. Это плюс квере. Так, зал для приемов здесь готов. Да, проблема тут в том, что вот это священное место получается не на реке. Ну, короче, поменять надо местами. Я понимаю, что тогда центр коммерции не на реке, но в данном случае нам священное место важнее на реке, потому что оно дает жилье и счастье в город. Как я здесь центр коммерции начну? Так, сколько там надо денег на ап? 160, то есть 80 надо. Да, хватит. Сейчас пока он на плюс один. Военный лагерь завершен. Плюс два промышленные. Ну, тут плюс три из-за лошей. Тут очень крутые клетки. Сами по себе не хочу. А давайте строители еще одного. Так, тут нехватка жилья. И тут нехватка. Ну, тут, кстати, жилье появится через три хода, как Мокша в строй войдет. Так, нам не хватает буквально 6 очков или 7? 6. Обращение к охоке. Два очка. Принятие теократии. Да, я, по-моему, сейчас... Я прям чуть ли не сейчас должен выйти. Возрождение вышли. Принимаем теократию. Плюс два очка. Теперь ставим первый посол, потому что я в Венецию хочу отправить. Может уже поставить на соседство промышленной зоны, потому что сейчас она будет скоро достроена, а вассалы как-то не особо работают. Соседство кампуса. Ну, олигархическое наследие пока неинтересно. Ты можешь прям плюс два влияния и оставить пока. Эти плюс четыре тоже будут работать против Египта. Давайте бонус за соседство. Пока не работаю, но там у меня в двух городах где-то четыре хода уже будет построено. Соседство кампуса, наверное, тоже можно поставить. У нас каждая научка на счету. Ну, я вот ниже, что мне тут еще бы хотелось поставить. Я бы, наверное, просто плюс два влияния. Первый посол я бы пока оставил. А, стоп. Мне же на ап рыцаря стояночка. Тогда... Вот сюда давайте, наверное, вместо бонуса промышленной зоны. Пока она все равно не работает. Так делаем. Теперь первого посла посылаем в Венецию. И создаем рыцаря. Отлично. Вообще, в два раза увеличил приход. Так, теперь сработает ли фес? Я бы тут так вот потихоньку немножко бы дальше продвигался. Нет, к охоке я пока не обратилась. А жаль. Ну, в общем, мне два очка осталось. Собственно, я уверен, что к охоке обратиться. И это выход в золотой век. Отлично. Все-таки правильно я все взял. Так, тут он сам через шесть ходов. Вот этот 32. Вот в этот поехали. Да, слушайте, внутреннее море. Плохо. Блин, круто тут использовать эти горы, да? Просто мгновенно перемещаться. Ещё и задание Аншана выполнили какое-то. Так, ну всё не так уж плохо на сегодняшний день. Начинаем немножко раскочегариться. Конечно, до Кореи, Мапучи. Очень далеко. Ещё культуры мало. Но вообще потихоньку Индия начинает расти. Так, я должен Вавилон осудить. Прямо внутреннее море, по-моему, посреди пангеи получилось. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Вышли в Возрождение. Ещё одну очко эпохи. Ну и сейчас всё-таки к Ахоке обратим. Я надеюсь. Ну, пишет, что индуизм стоит. Ну, собственно, это и выход в Золотой Век будет, да? Надо ещё проверять, что у нас ФЕС не отсоюзили. Ну, я должен тут много науки с этого всего заиметь. Хочется надеяться, что мне это как-то поможет. Так, а что мы тут будем после картографии открывать? Ну, замки точно можно. Книгопечатание может открыть. Ну, мне далеко ещё до двух. Вообще, куда мне стоит стремиться? Да, давайте, наверное, образование, потому что я вряд ли получу великого учёного вообще в принципе. Пойдём-ка вот этим чуть вперёд. Смотри, что тут за города. О, или я мапу вообще... Поэль-мапу. Господи, сейчас все эти города с названием мапу будут. Да, я считаю, что мне надо религию мою распространять максимально. И вышли в золото. 110 науки! Как вам сразу плюс один ход? Так, с ФЕСом мне, конечно, тут свезло. Несомненно. Будем пытаться за счёт него хоть как-то вырулить. Так, это у нас будет четвёртый караван. Как раз ускорим и откроем. И потом, наверное... Ну, Торговая Республика мне неинтересна. Союз я, наверное, не с кем в гуманизм пойдём. Так, откуда у меня бегают сейчас караваны? Хайдерабад, Чинаи и Бангалор. Ну, наверное, из агры надо ещё отправить. Получается. Возвращаю корабли, чтобы... Вылечить. Тут нету смысла внутреннее море. Не знаю, будут ли я две каравеллы делать. Ну, чё, не проходит сюда, что ли? Так, ещё... Вон чей-то грани... А, это, наверное, Турок. Да, это Турок. Кстати, а Турок не с Инком случайно воюет? Нет. Рим с Инком воюет. Вот оно чё. Ладно. Так, я накопил достаточно веры. Ну, закупаем... Миссионеров чисто. И понятно, что вдали. Единственное, наверное, в Мумбаи стоит сейчас накопить веры. Купить здесь мечеть тоже. Так. Ну, тут есть смысл дамбу поставить. Хотя, 8 ходов чё-то долго. Давайте, наверное, пока... Вообще, я хотел дипломатический квартал сюда бахнуть, да? Ну, давайте. Видите? Снижается работа шпионов. Вот в этих вокруг районах, по-моему, нормально. Так, в Калькутте... Ага, вот в Калькутте имеет смысл купить место для священочки, наконец. Так, ну, потихонечку, потихонечку. Хотя, конечно, науки просто... Смотрите, у Вавилона 233, при том, что у него на 50% меньше. У него науки вообще немерено. Так было бы. Ой, тут, короче, Вавилон божит, очевидно. 51 против 25. Ну, это охренеть. Это охренеть. Это охренеть. Ага, тут у нас уже православие имеется. Давайте потихоньку его отсюда... Или не будем пока... Просто тут ноль моей религии. Может, лучше дальше пойдем? Ладно, давайте по эль-мапу хотя бы. 110. Конечно, вот эта наука мне очень нравится, 110. Так, наверное, в индустриализацию. Уголь надо открыть. Так, этих всех ребят отправляем в Корею. 40. Ну, тут маленькое население. И напоминаю еще раз, что мне науку дает ФЕС только если я с помощью религиозного юнита обращаю. Ну, то есть, в данном случае тут пишет 20, но это для стандартной скорости. Поэтому каждый житель 10 науки. Но это все равно зашибись. Так, что-то я не соображу, где мне тут лучше. Давайте, наверное, я здесь сделаю ступенчатый колодец. Здесь ферму. А потом пойду вот этот сахар попробую обработать. Шахту и черепашку, видимо, здесь. Так, из Агры, я думаю, в Дели, наверное. Хотя Мумбаи больше дает еды. Но тут больше производства. И открылись средневековые ярмарки. Значит, идем в гуманизм. Потому что художника мы точно не получим. Средневековый ярмарк. Бонус для соседства театральной площади. Два жилья с тремя и более специализированными районами. И деньги за послов. Так, ну, в первую очередь, конечно же, нанимаем нового губера. Я думаю, что надо Рейну в Чинае, чтобы быстрее клетки присоединялись. Так, в Мумбаи уже жилье и довольство появилось. В Дели тоже есть. В Калькутте тоже есть. Пангалор Лян еще не прибыла. Вот тут интересный вопрос. На самом деле, что лучше в правительственной площади? Часовню Великого Магистра? И покупать юниты за веру? Или разведывательное управление? Потому что я могу очень много с научных этих получить. Но мне кажется, все-таки, раз мы на Пангее, и мне наземные юниты понадобятся, и, то есть, лучше их за веру покупать. Пока я этого не могу сделать, то есть, я еще не так раскочегарил веру, но, в принципе, в будущем... А кто тут лидеры по науке? Ну, Вавилон, понятно, Корея. Корея и Австралия еще. То есть, мне вот к ним надо будет отправлять шпионов. Ладно. Так, вот тут промышленная зона на 2 есть, и вот здесь на 2. Но это все либо покупать, либо... Либо вырубать. Так, а заповедник случайно? Нет, тут не может быть престижа большого нигде. Вот здесь только, видите? Ну, рядом с горами. Так, тут надо что-то по-умному построить. Может, давайте дальше военный лагерь пока развивать? Потому что нам вооруженную в любом случае надо. И этого... Так, с жильем у нас как? Мне кажется, там, где у меня районы, там жилья у меня достаточно. Там, где у меня есть уже 2 района, а где нету, то и... Нету смысла мне. Ну, вот первого посла можно и заменить, потому что я уже везде, куда мог, отправил. Так что давайте, наверное, плюс 2 влияния поставлю. 21 денюжка за торговую конфедерацию. Ну, что он одинаково называется? И тут торговая конфедерация, и тут торговая конфедерация. Только сейчас заметил. Ну, к силе, мне кажется, нету смысла. Вассалы тоже нету смысла. Вот скидка... Давайте ремесленники все-таки поставим уже. Видите, уже плюс 2 работает. Хотя бы. Содержание юнитов оставим. Ну, вот, кстати, ветеранство можно еще поставить. Потому что я и в военном лагере что-то делаю, и в гавани там строится. Торговая конфедерация тоже прикольная. Но это плюс 21, а здесь быстрее это все построили. Ладно, мне кажется, ветеранство все-таки имеет смысл. То есть мы и здесь быстрее у нас плюс 30%, и здесь гавань плюс 30%. Так, миссионер. Давайте, наверное, сейчас накопим на мечеть в Мумбаи. Потому что отсюда я тоже хочу покупать, потом и везти. И потом уже буду миссиявать. Это как бы сейчас достаточно миссионеров. Ну и мы выходим все-таки в Золотой Век. Получилось нормальненько это сделать. Я все-таки правильное устремление выбрал. Плюс 2 тут сработало. Помогло. Без этого я бы не вышел, кстати. Как раз тут мне бы, наверное, не хватило где-то 4 или 5 очков. Блин, катастрофическая навадня. Ну, 9 клеток повышен. Ну, вообще только один житель потерян и какой-то район. Интересно. По-моему, рынок, скорее всего, будет промышленная. Нет, подожди, а что там сломалось-то? Или это вообще только центр города? Этот район имеется в виду. А, вот эта клетка с селитрой. С селитрой, да. Ну, уже как мы будем это чинить в следующей серии? Спасибо, что смотрите. Не забудьте прокомментировать, оставить лайк и прочее, прочее, прочее. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.